Всем привет! С вами канал ArtMoney. Прохожу по своим родным местам. Тут я жила много лет назад. Мы уже с вами, кстати, здесь были. Здесь были гаражи. Теперь построили дома. За местом домов был 9-й хлебзавод. Я о нем рассказывала во влогах. Очень красивый такой. Построили на месте его две высотки. Гаражи все снесли. А вот тут, я помню, дуб был. Большой, красивый, такой мощный дуб. Я помню, мы детьми эти желуды пробовали. Ели. Пенек был, я помню, вроде еще. Посередине он прямо стоял. Здесь у меня были друзья. Очень много друзей. Мы гуляли каждый день. Играли летом вместе. Прям вообще самые лучшие друзья в мире. Когда можно поиграть. Которые не курят, не пьют. У которых семьи, ну и родители хорошие. То есть не какие-то там... О, машина едет. Тут вообще был самый лучший дом. А потом я переехала. Ходила еще какое-то время. Какое-то время. Вот этот дом. Ходила какое-то время туда в гости. Ну, сейчас все были заняты, заняты. И потом перестала. Потом в контакте всех нашла. А они не хотят. Уже забыли меня. Вооружить не хотят. Уже все выросли. Все. Ну, как-то так. Если, наверное, общаетесь, дружите. Надо всегда дружить, общаться. Там и площадка пустует уже. Много-много лет. А вон Дима с мамой. Вдалеки. А я думаю, где же они? У нас ремонт наконец начался. Это будет отдельный ролик. Как что проходит. И мы сейчас идем выбирать линолевом. Решили линолевом менять. Хоть у Димы и хороший, в принципе. Но он там сбоку очень сильно потрескался. Вот. И мы подумали, что, наверное, сначала шкаф на меня, а это место встанет. Но нет. Оказывается, он в шкаф не встает. То есть это будет видно. Ну, потом порвется линолевом просто. И все. Опять всю зону перетаскивай. Нанимай грузчиков. Менять линолевом. Короче, все сложно. У меня родители любят сделать ремонт. И на всю жизнь. А свекровь они любят сделать ремонт. Через год снова делать. Через год снова делать. Тратить, тратить, тратить. Но мы так не любим. Мы любим на много лет делать. Лет на десять. Через десять лет можно снова сделать. Маму пачкай. Маму не убегай. А папа убегает. Маму не убегай. Вставай. Маму пачкай. Папа не так просто. Это бесфальт. Маму нörд. Oberly Суньиured. Эхим. Это бесфальт. А. Мамы. Это бесфальт. Я бесфальт. Ай, Дима, вставай. Кольцевая лампа. Горит, нам освещает. Собралась я сейчас делать обзоры на продукты. Шоколадка. Снова очередь, как всегда. Очередь начинается отсюда. Вот так вот. Наш с вами гость новенький. Вернее, член семьи новой. Тут все, что не поместилось со стола, оно все вбок туда двигается. Стол полностью освобождается. И сейчас я буду снимать. Это все будут отдельные ролики. Буду сейчас пробовать вот эту шоколадочку для вас. Расскажу, какой вкус. Насколько она вкусная. Понравилась, не понравилась мне. Причем, кстати, она новинка. У них очень вкусные такие шоколадки. Они необыкновенные. И целых 150 грамм. За каких-то 90 рублей со скидкой. Ну и плюс еще вот такие. Вот такую я давно мечтала попробовать. Это у нас даже... Германия, да. Германия. Попробуем. Такие, кстати, на Озоне продаются. Эту, по-моему, не помню, где я взяла. Перекраски, может быть. Вот так вот все проходит у нас. Штатив стоит. Все стоит. Тут уже на улице темнеет. Я быстренько-быстренько сейчас буду делать обзор. Потому что скоро проснется Димочка. Закончила делать обзоры. Смотрите, как это потом выглядит. Когда отключается камера. Стоит большая тарелка. Лампа отдыхать пошла. Все вот так в кучу свалено. Потом я все это буду прикладывать в общую тарелку. Где все будут шоколадки. И постепенно буду их есть. И у нас остались только две шоколадки. На которые я не сделала обзор. Потому что уже вечером. Мне надо за ребенком идти. Не успела на них сделать. Остались вот они. И еще вот этот. Этот я сделаю попозже немножечко. Перед Новым Годом мы с Димочкой что-нибудь будем печь. Там для детей. Вместе с детьми. Чуть-чуть позже решила сделать. И заодно пойдут вот эти шоколадки. Фух. Надеюсь, я слава Богу сделала. Они, наверное, выйдут до этого ролика. Влога, вернее. Увидите. Очень вкусные. Обалденные просто шоколадки. Чувствую, я потолстею скоро. Хотя, честно говоря, почему-то я худею. И постоянно я чувствую, как с меня сползают штаны. Не знаю, почему. Видимо, то, что у меня ребенок болеет. Я постоянно на нервах. Поэтому ем-не ем шоколад. А все равно я чувствую, что я худею.